всем привет с нами голос марсача и это очередное наше видео из нашей большой питерские поездки сегодня нашим гостем выступает всем вам известный историк Егор Яковлев Егор приветствую привет здравствуйте от вас поступали множество вопросов мы постарались их максимально ужать и максимально упирать в ту суть который вы который у нас спрашиваете потому что многие вопросы которые задаются они слишком конкретные и каждый из них я думаю можно сказать на ответы на целый час то есть это на как отдельную тему для отдельного ролика мы постарались выделить те вопросы которые являются наиболее актуальными и первым из нас мы поговорим о вас как мы знаем вы сейчас снимаетесь историей в частности пишите книги вы делаете доклады в том числе в интернете сейчас вас предстоит фестиваль немножко скажите о вашем фестивале 20 октября всего года в Санкт-Петербурге в концертном зале отеля Санкт-Петербург у нас пройдет первый фестиваль цифровой истории вы я думаю знаете что цифровая история этот проект который мы запустили с Дмитрием Юрьевичем два года назад сейчас он дорос до того чтобы выйти из онлайна в оффлайн там будут выступать самые на мой взгляд интересные историки которые занимаются событиями русской революции событиями двадцатых тридцатых годов и великой отечественной войны это алексей исаев александр дюков андрей ганин александр александрович данович ветеран исторической науки истории спецслужб сергей веригин из петрозаводска очень интересный специалист и наш хорошо известный зрителям кирилл борисович назаренко заместитель директора института истории санкт-петербургского государственного университета но мы надеемся что этот фестиваль не станет каким-то скучным мероприятием будет много сюрпризов которые мы с моим другом многолетним пашей перцем сейчас готовим сценарии ждем всех петербуржцев и гостей города на фестивале 20 октября обязательно приходите ссылочку мы оставим в описании если фестиваль проводится то он преследует собой какую-то правильную цель и нас нацелен на определенную аудиторию вот как вы для себя эти формулируйте ну аудитория та же самая которая смотрит мои ролики на тупичке и на канале цифровая история преимущественно это мужчины от 20 до 45 лет какие-то молодые энергичные люди которые меня очень вдохновляют и я на самом деле очень благодарен им каждая встреча с читателями или зрителями оставляет меня в таком приподнятом настроении потому что я убеждаюсь что то поколение которое идет на смену моему и мое поколение на самом деле социально активно интеллектуально она интересуется как история так и современностью происходящем стране она стремится много читать она любознательно пытлива то есть в свое время сан сергеевич пушкин поставил своим современником диагноз и себе тоже он сказал мы ленивые не любопытны вот так вот на самом деле я тоже так думал но после того как так случилось что я приобрел некую аудиторию стал с ней встречаться регулярно я могу сказать что нет мы мы не ленивы и очень любопытным и деятельным очень любопытным вот и так вот этими двумя эпитетами я бы охарактеризовал ту аудиторию которая у меня моих коллег ступочка есть сейчас эту аудиторию которую мы ждем и который несомненно придет на фестиваль вот вне всякого сомнения если говорить о политических взглядах до каких-то политических интересах эти люди придерживаются левых взглядов может быть в разной степени эти взгляды отчетливы но тем не менее все эти люди так или иначе сочувствуют идеи социальной справедливости и наоборот не приемлют идеи социального расизма а вот так вот я представляю себе свою аудиторию думаю что мы релевантно когда на последний вопрос по аудитории в последнее время мы как мы видим по просмотру вообще по по спросу даже но в техных книжных магазинах по запросам интернете все больше и больше растет спрос на адекватное видение истории вообще люди стали стремиться к истории стали пытаться понять историю почему так иначе события последней нашей стране в их трактовке так далее с чем вы связываете этот нарастающий тренд с несколькими причинами во первых получила обанкротилась то политико-идеологическая линия в исторической политике которая наметилась в 90-е годы 90-е годы были временем господство рынка рынок диктовал антисоветскую литературу и в значительной части это антисоветская литература оказалась абсолютно ущербной абсолютно недостоверный абсолютно лживый я могу вам сказать что я помню те времена конец восьмидесятых начало начало девяностых скорее когда рынок прилавки книжных магазинов наводнили разного рода антисоветские издания которые были откровенными фальшивками например я прекрасно помню как мой друг принес в школу книгу исповедь любовницы сталина это была какая-то фейковая книга написана от имени какой-то фейковый несуществовавший балерины с скабрезными подробностями относительно вождей советского союза и люди родители моих соучеников читали эту книгу возмущались говорили как это ужасно не подозревая о том что все это от начала и до конца выдумка к сожалению сейчас тоже это есть сейчас пошел обратный тренд создание фальшивых уже про советских мемуаров например недавно вышли фальшивые про советские мемуары лаврентия павловича берии есть такой автор сергей кремлев зачем-то ему понадобилось сделать это сделать это издание но фальшив там фальшивые уши торчат с невооруженным глазом видно то есть там например берия характеризует ворошилова климента ефремовича как выдающегося дипломата нигде ни один государственный деятель никогда не характеризовал таким образом ворошилова как человек обладавшего дипломатическими способностями единственным публицистом который раньше давал ворошилову такую оценку был сам сергей кремлев своих предшествующих книгах и теперь очевидно что он прописал вот эту вот оценку фальшивому берии до вложила в устаберии в этих фальшивых дневниках вот так к сожалению появляется и такие работы конечно к науке они не имеют никакого отношения а вот тогда было просто был просто шквал вот этой антисоветской литературы но постепенно эта литература начала обрабатываться профессиональными историками и скажем появились фундаментальные исследования которые подвергли сомнения господствующую историческую картину мира ну к примеру возьмем такие реперные точки до самые главные мифы о советской действительности общим местом антисоветской публицистики является миф о том что революция была совершена на немецкие деньги но вопрос о финансировании козеровской германии партии большевиков по меньшей мере по меньшей мере является спорным я не ошибусь если скажу что не существует ни одного документа который бы доказывал это существование этого финансирования а я убежден что этого финансирования в принципе и не было есть фундаментальные работы которые написал например фундаментальная работа который написал например наш петербургский профессор геннадий леонтьевич соболев я имел участие учиться у него работа называется тайна немецкого золота вот она разбирает досконально все возможные нити по которым большевикам могли приходить эти немецкие деньги он понимает что нет такого не было есть работы английских американских исследователей есть например фундаментальные работы джорджа кеннона который еще в 50-х годах появились на западе эти работы однозначно доказали что документы сисона сисон американский дипломат который привез в америку пачку фальшивок купленных в россии я пачку документов которые якобы доказывали прямое сотрудничество большевиков с немецким генштабом эти документы фальшивы и это доказано еще в америке в 50-х годах хотя есть исследователи которые сегодня ссылаются на эти документы есть работа нашей петербургской следовательницы поповой которые также подвергают значительному сомнению вот этот это устоявшийся особенно в западной историографии мнение после работ соболева после работ поповых после американского историка семена лендерса который однозначно доказал что следствие которое обвинение которое создавало временное правительство против ленина большевиков по обвинению государственной измене развалилась опубликовано дело но развалилась следователь никитин который вел это дело потом в эмиграции написал своих мемуаров что нет он практически доказал но опубликовано само дело из него понятно что никаких доказательств он не собрал наоборот вот это крах такой фундаментальный мировоззренческого момента до работы виктора резуна до виктора суворова бойки прекрасно написано с литературной точки зрения видимо великолепно работали менеджеры издательские которые запускали эту серию но тем не менее за столько лет ни одного серьезного доказательства плана сталина напасть на нацистскую германию не найдено нет их документов нет и вся логика событий говорит о том что таких планов не было есть прекрасная книга алексей владельевич исаев который кстати у нас будет выступать на фестивале антисуворов там очень толково и четко разобраны все основные положения резуна которые и вот это является основанием в общем пересмотреть всю ту антисоветскую стерию которая существует вокруг предвоенного периода масштабы репрессий 1937-38 года несмотря на то что я глубоко убежден что безусловно эта трагедия и в общем неоспоримым фактом является тот что в ходе массовых операций 1937-38 годов погибло много невинных людей это доказывается хотя бы самим фактом последующей реабилитации беревской да и тем теми делами которые были инициированы в отношении следователей к нквд уже в 1939-1940 году то есть эти материалы однозначно показывают что в ходе массовых операций были масштабнейшие нарушения социалистической законности масштабнейший но тем не менее исследование выдающегося ученого земского показали что невозможно говорить там о десятках миллионов репрессированных до цифры репрессированных известно цифры расстрелянных там это в среднем до 700 тысяч человек это очень много но тем не менее это не десятки миллионов до далее однозначно опровергнуты очень многие измышления которые были изложены в творениях александра солженицын александр солженицын это безусловно один из самых энергичных бойцов информационной войны в годы противостояния сша он прекрасно понимал что он дезинфер дезинформирует свою аудиторию на своих читателей он специально работал на сокрушение советского режима в этом нет никаких сомнений я недавно перечитывал перелистывал ты собираюсь записать на эту тему ролик в круге первом там у него есть эпизод в котором он прямо передает рассказывать что сталин во время наступления немецких войск на москву убежал из города и укрывался в куйбышев в куйбышеве в подземном бункере и звонил значит в москву спрашивал сдали ее или нет но это же бред это же очевидно бред потому что сталин был на параде 7 ноября 41 года и мимо него шли бойцы и они видели его и множество свидетелей которые писали впоследствии рассказывали о своих свиданиях со сталином в это время сталин продолжал руководить страну и собственно парад 7 ноября это была мощнейшая пропагандистская акция очень талантливая проведенная которая сыграла огромную роль в поднятии психологического духа войск и ее идея принадлежит лично ставлю то есть это его большая заслуга как государственного деятеля и главы армии поэтому ну и собственно когда пошло критическое научное осмысление всего вот этого шквала антисоветчины времен 90-х годов то неожиданно выяснилось что нас обманывали и этот тренд попытки разобраться вот это естественный процесс потому что не знание истории не желание разобраться не освобождает от последствий если вы действуете основываясь на неверной картине мира на том что он рассказал служеницын на том что вам рассказали враги большевиков еще в июле 1917 года вы соответственно приходите к неверным выводам и строите свою жизнь неверно вот и именно мы являемся современниками энергичных людей которые хотят основываться на реальной картине мира поэтому они хотят разобраться это одна причина вторая причина заключается в том что информация безусловно стала доступна здесь есть проблема потому что с одной стороны доступность информации есть другой стороны информационный хаос в интернете но появились мощные каналы к одному из которых я имею честь принадлежать которые стремятся заниматься просветительской деятельностью на систематической основе в целом это получается и поскольку такой источник информации существует а мы стараемся не просто что-то там рассказывать мы стараемся еще давать литературу приглашать новых специалистов то есть было время когда на тупичке выступала три-четыре человека сейчас десятки до которые дают информацию по разным периодом можете посмотреть на орига валерьевича соколов про наполеон кирилла борисовича назаренко алексея валерьевича исаева это гранды современной исторической науки вот таким образом их информация она становится более доступна соответственно процесс самообразования облегчается тому же все это очень интересно и собственно вот этим я и объясняю тот тренд о котором вы вначале сказали то есть желание создать правильную картину мира доступность этой информации и интерес мне кажется тот тренд к тогда что нам врали он породил не только эту волну он породил еще и волну негативную поскольку если мы приходим в тот самый книжный магазин да то там одна полка там две-три заставлены но книгами хороших авторов действительно с научными достижениями сильно под проверенные но при этом еще три стеллажа рядышком будут заставлены откровенной альтернативной историей они будут заставлены абсолютно такими билетристическими выдумками людей с желанием донести какую-то свою личную точку зрения на чем я основана и это рождает такую точку зрения что наука точнее история не является наукой что история это лишь искусство каким-то образом в той или иной тенденции излагать факты то есть это что история то совокупность это во-первых перечисление фактов перечисления дат и совокупность каких-то мнений частных людей вот как вы такой точки зрения отнесетесь но то что полки книжных магазинов заставлены альтернативной истории и билетристика это неизбежно потому что мы живем при капитализме при капитализме главное это прибыль прибыль извлекается самая высокая прибыль извлекается из развлекательного контента если говорить о контенте и поэтому появление такого рода изданий но неизбежно вот но эти издания тоже могут быть разные могут быть научно-популярные работы прекрасные изданные с хорошим иллюстративным материалом которые просто правильно информируют да правильно доносят установленной наукой пусть даже и только факты например великолепная книга михаила гаспарова занимательная греция это вот мое настольное чтение или книга натана эдельмана например твой 18 век это еще советские авторы выдающиеся ученые которые тем не менее сумели написать популярные книги для широкого кого читать вот ну а есть конечно персонажи типа академика фоменко которые непонятно возможно они являются рабами своих собственных фантазий вот но и безусловно за которыми стоят хитрые и ушлые издатели которые эти фантазии превратили в глобальный бизнес-проект все что хорошо продается все будет востребовано при капитализме все все будет развиваться и никто не поста кроме нас ученых да никто не поставит этому заслон но что касается вопроса наука и наука ли история то безусловно главная цель науки объяснить существует ли объектив выявить существуют ли объективные закономерности в историческом процессе вот но историческая наука может и должна объяснять и конкретные исторические события да в том числе и даже самые частные и здесь и работу историка можно уподобить работе следователь например потому что он расследует какую-то проблему да какое-то дело и мы пытаемся узнать какие-то частные вещи как например происходило октябрьское вооруженное восстание 25 октября 1917 года или восстание декабристов на сенатской площади 14 декабря 1825 года каковы были цели этого этих восстаний почему одно из них потерпело поражение почему другое увенчалось успехом здесь нам важно в первую очередь установить источники на которых мы базируемся там существуют разные типы источников некоторым мы доверяем больше некоторым доверяем меньше например документам мы доверяем всегда больше потому что документы являются результатами официального делопроизводства и не носят ну или в меньшей степени носят на себе черты субъективного документам личного происхождения письмам мемуаром дневникам особенно мемуаром мы доверяем не сильно и доверяем только в том случае если они дублируются каким-то другим лучше всего деловыми и делопроизводственными источниками но в крайнем случае другими источниками личного происхождения на вот история за много лет развития выработала специальную методологию которая устанавливает подлинность того или иного историчность того или иного факта поэтому говорить о том что история это не наука достаточно странно и в любом случае в истории нет места домыслам каким-то не основанным ни на одном источнике в истории нет места выдумкам вот из в истории нет места фальшивкам а львиную долю вот того о чем тех издания которых вы говорите до составляют именно домыслы и фальшивки ну вот когда я как простой обыватель как простой потребитель до прихожу в магазин да вот в книжных желая никого за просветиться и приобщиться к великой этой науке как история да каким образом мне защититься от от этой подделки от этого фейка от этого обмана но для начала я бы порекомендовал приобрести определенные определенное представление об авторах кто эти люди это во первых да во вторых я бы посмотрел на то как оформлена книга например если это научное издание вы хотите именно знакомиться с научной книгой то надо посмотреть как она написана обычно настоящий ученый в начале своей работы дает историографический обзор то есть рассказывает о том кто и что написал по этой теме по этой теме до него научная книга имеет справочно-ссылочный аппарат как минимум а иногда еще и системы указателей научная книга всегда имеет следующую структуру вначале ставит проблему в конце делает вывод вот то есть если вы хотите совсем глубоко погрузиться вопрос то вы можете посмотреть если рецензии на данную книгу в научной периодике потому что если по научной и научная книга то такие рецензии должны быть там вопросы журналы вопрос истории отечественной истории наверняка проекта что да напишет вот нули какие другие здания да вот то есть соответственно это то что касается научных но я бы все-таки в первую очередь обратил ваше внимание на автора да надо сначала узнать что за автор что он до этого написал и как выглядит сама вот это такие основы которые помогут вам сориентироваться ну и я предостерег бы читателей и наших и зрителей от покупки книг с названиями правда о там первая научная история ложь про ну и так далее вы понимаете да то есть вот эти сенсационные заголовки они как правило характерны для околонаучной публицистики но не для научных то есть громкие заголовки это один из ярких маркеров того что лучше обойти стороной то что то что то что в интернете называется кликбейт а вот такие как бы кликбейты для книг продолжая историческую тему в свое время вас на странице довольно таки уже довольно давно был такой пост в котором вы просили ваших подписчиков да такие сказать так набросать темы для того что зрителям интересно того о чем бы они хотели услышать да сколько я помню к тому посту в комментариях больше всего лайков набрал просьбу о том чтобы рассказали о личности троцкого а его его пути а его о его роли да но уже прошел уже довольно таки длительное время я троцком общем-то как такого какой-то один сюжета такие все-таки не было вот с чем связано каким-то образом избегаете эту личность или какие-то мотивы к этому есть нет ни в коем случае просто на тупочке я записываю сериал настоящая игра престолов этот сериал развивается хронологической последовательности мы просто еще не дошли до того момента когда лев давидович выйдет на аванс сцену исторического процесса хотя мы о нем уже говорили применительно к и к событиям октября семнадцатого года потому что он сыграл большую роль в этих событиях и особенно когда мы рассказывали про близкий мир то есть в октябре семнадцатого года ему сопутствовал успех он был главой петроградского совета легитимно избранным между прочим главой петроградского совета и имел план в некоторой степени альтернативный плану ленина по взятию власти советами да хотя этот план скорее не сработал чем сработал потому что троцкий предполагал что переход власти к советам от временного правительства возможен мирным путем а ленин сразу считал это идеализмом и в принципе оказался прав то есть потребовалось участие в войск для того чтобы власть пришла к советам но частью войска были они были готовы и кроме того ленина был еще план б случае если петроградский гарнизон не выступит на стороне большевиков были верные лояльные большевикам и левом и сыром войска фринляндии готовы в любой момент выступить на защиту съезда советов петроград поэтому взгляд ленина здесь были реалистичнее но тем не менее роль троцкого высока в частности он распропагандировал гарнизон петропавловской крепости который пришел на сторону вас в общем вычеркнуть его из истории октябрьского этих октябрьских событий до октябрьской революции целом нельзя вот если объективно к этому подходить хотя мы знаем что краткий курс в кпп потом троцкого вычищал но да и про троцкого мы обязательно будем говорить тем более что чем дальше заходит тем больше опять же сказок про таких черносотинах я бы сказал сказок про льва давидовича он представляется человеком представляется агентом неких закулисных темных сил там подчеркивается его связь его и якобы свердлова связь с якобы шифом заокеанским банкиром который якобы только спал и видел как бы извести матушку россию уничтожить значит царскую православную империю и посадить в ее голове кровавых значит и жида большевиков в голове вот со своими наимитами ставленниками троцким и свердлов в основном троцком свердлов он быстро сошел там умер быстро сошел политической аренды поэтому весь акцент на троцком вот и только к счастью значит красный монарх иосиф сталин вычистил троцкого а с ним и всех остальных и народ все остальные и народные элементы и начал строить красную империю сказать не так уж и и вообще на на не имевший отношение к социализму и большевизм но это конечно примитивная схема которая абсолютно не соответствует реальным исторического процесса вот но и первое здесь надо сказать что троцкий конечно не было никаким агентом запулистных сил и все вот эти вот там выдумки которые относить относительно этой истории они очень легко опровергаются наши публицисты любят указывать на то что значит троцкий выехал из соединенных штатов америки по дороге его арестовали в канаде английские власти а потом отпустили значит и зачем это американцы отправили его в россию англичане случает случайно арестовали но потом отпустили потому что разобрались что это свой агент он должен революцию на самом деле троцкого в англии отпустили по личному вмешательству павла николаевича милюкова лидера партии кадетов который тогда был министром иностранных дел россии дело обстояло следующим образом что после февральской революции в россии возвращались вообще все политические мигранты их было огромное количество не только ленин в пломбированном вагоне только труска вернулись например виктор чернов лидер партии ссср который тоже был мигрант он не только вернулся он еще и сразу же занял пост министра земледелия во временном правительстве вернулся князь кропоткин вернулся борис савенков небезызвестный думаю вам вот и многие другие люди это был вообще тренд и всех этих людей встречали как героев мы знаем встречу ленина конечно же мы запомнили потому что ленин потом возглавил создал возглавие советское государство но в реальности возвращение мигрантов этот момент было довольно распространенным явлением и временное правительство лояльно относилась к этому возвращению потому что надеялось найти общий язык со всеми этими людьми и в том что милюков мешался и по англичане задержали троцкого потому что он вел антивоенную пропаганду и англичане опасались справедливо что он будет в петербурге вести политику нацеленную на выход россии из войны но вмешательство милюкова привело к тому что троцкий все-таки приехал в петроград никак никаких секретов собственно здесь нет никаких опять же связей троцкого вот четко установленных документальных с якобы шифом и каким-то американскими банкирами которые слали ему или свердлова там поручение свои да иди исполни тоже нет троцкий был вполне самостоятельной политической фигуры имевший своих сторонников очень интересный но и со своими естественно недостатками это был человек которые в значительной степени определили его политическое поражение потому что он был позер он очень жился в роль такого революционного в роли робеспьера в роли революционного лидера и очень часто его картины его картинные выступления и его фанатизм приводили к прямо противоположному результату самый яркий пример это брестский мир троцкий находился под властью утопических представлений о том что если он сейчас объявит немцам а он очень долго кстати мур и жил там в бресте он откровенно издевался над немецкой делегации потому что немцы приехали диктовать свою волю большевикам а троцкий с ними разговаривал так но всем понятно что сейчас вам кранты потому что у вас будет революция но так уж и быть давайте соглашаться на наших условиях когда немцы это услышали они просто обалдели то есть настолько наглого они приехали к советским представителям как к побежденным а советские представители побежденными себя не считали они разговаривали с высока вот и троцкий он был блестящий оратор что тут говорить он немцев очень откровенно над ними подсмеялся вот но это было все-таки поза это была актерская игра потому что все надежды троцкого на революцию в германии оказались неизбыточными он надеялся что сейчас он объявит что россия демобилизует армию она мира не заключает в знак протеста против аннексионистских требованиях германии но и войны вести не собирается что это вот это вот такая форма которую тоже некоторые исследователи от современные в кавычках объясняют тем что оказывается троцкий работал на американцев нет конечно ни на кого он не работал он находился во власть утопической идеи что эта формула взорвет германию изнутри что немецкий народ узнал что россии демобилизует армию и отказывается от войны не заключив мира приведет к рабочему восстанию в германии троцкий на это надеялся это надежда оказалось четный неверный поэтому немецкое наступление продолжилось и брестский мир обрел те очертания которые он обрел пахавный по выражению владимир ильича ленина хотя хотя вот брестский мир в такой форме был конечно не предопределён он мог быть совсем другим и гораздо более мягким вот и вот это позерство троцкого она конечно является явной чертой его натуры непривлекательной политически ущербной вот но тем не менее сказать что это человек от которого для революции был один минус и который никакой роли не сыграл в ней я бы не решился потому что огромная роль троцкого создание красной армии большая троцкий сумел найти общий язык с множеством военспецов он сумел привлечь генералов царской армии в армию красную и они тоже чувствовали в нем руководителя в этом безусловный плюс троцкого для победы революции мы очень часто ориентируемся на оценку оцениваем троцкого согласно тем воспоминаниям которые появились 50-е годы например известные воспоминания михаил дмитриевич бруевич генерал царская армия тоже называется вся власть советов которых он рассказал почему он перешел на сторону советской власти вот и там откровенно говорится что троцкий негодяй ничем не интересовался ленин все сделали и троцкий никакой роли не играл или там александр александрович самойло тоже царский генерал который перешел на сторону советской власти и тоже сыграл огромную роль в победе красных гражданской войне на севере на севере россии до на северном фронте воевал и вот он пишет что мы приехали в брест и скажу честно поначалу мне понравилось как троцкий разговаривать с немецкой делегации но потом появился значит большевик покровский и он там не объяснил как пагубно горячность троцкого для исхода переговоров вот но есть ощущение что все эти оценки они сделаны же конечно задним числом когда 50-х годах когда троцкий несмотря на двадцатый съезд и все прочее он продолжал считаться отрицательным героем революции вот но когда мы смотрим синхронные документы выясняется что в двадцатых годах троцком и так не относились троцкий вызывал у старых спецов доверия потому что он был нацелен на сотрудничество с ними вот и это было действительно так поэтому от родственному разговаривать очень интересно но а конкретно его политических идеях противоборстве со сталиным о том почему он проиграл и я считаю что и не мог не проиграть мы будем вводили передачи разговаривать конечно же очень скоро до конца этого года просто во многом почему этот интерес продиктован лично мной и вообще многими слушателями потому что троцкий многом уникальная фигура верно отметили он не был реабилитирован при пашистом то есть он не был реабилитирован при хрущеве он не был реабилитирован в перестройку он не был реабилитирован не в 90-е годы не сейчас это все еще до сих пор большинство людей говоря о нем это упоминают либо там краткий курс истории в кпб да либо какие-то разводные мифы либо абсолютно повторяя всю ту старую риторику не не пытаясь докопаться на сути личности которым безусловно был яркой безусловно интересными как минимум заслуживающей уважения потому что сейчас как если ты хотя бы интересующийся хотя бы упоминаешь эту фамилию тебя приклинают страшное клеммо что ты оказывается троцкист и разговаривать с тобой вообще нельзя демонизирование во многом получилась фигура но это как весь хорошая книга исака дочера от родском я бы ее рекомендовал для ознакомления проникновения в сущность этой фигуры ссылку на книгу мы оставим в описании продолжая говорить о таких ярких фигурах прошлого века одной из частых тем которые опять же не были затронуты но вызывают очень частый спор особенно в левой среде это следствие смерти сталина на в очередной раз эта тема активизировалась после выхода одноименного фильма и существует точка и же официальная точки зрения того чтобы стали номер от естественных причин давно существует также и распространяется многими что он был либо отравлен либо что просто и он ему было но не то что не то что не отравлен он был ему была не оказана помощь то есть вот так вот как вы такой к такой версии относитесь я считаю что это легенда легенда умирает сильный вождь всегда возникает подозрение что умер он не своей смертью но если мы возьмем для работы известного публициста николай вектор еще старикова этого история россии в нем будет выглядеть примерно так значит был хороший мудрый царь николай первый он много хорошего сделал для россии но потом началась крымская война и англия используя своих наимитов отравила николая первого дальше зашел на престол а император александр второй александр второй был очень хорошим царем он отменил крепостное право правило реформы выиграл войну за освобождение болгарии но гнусная англия финансируя русских террористов убила александра второго дальше был царь александр третья центре эти тоже был очень хорошим царем он был миротворцем много сделал для россии значит слегка подморозил приструнил террористов которые убили его отца но гнусная англия все-таки добралась и до него насчет отравил его и он умер он умер молодым дальше царем стал николай второй и который тоже был очень хорошим царем он проводил реформы при нем был замечательный государственный деятель столыпин но гнусная англия развернула первую мировую войну построила так чтобы сокрушить матушку россию вот свергла николая второго руками своих наимитов и в конце концов значит отказалась его принять в конце концов большевики его расстреляли тоже не без участия английских советников дальше англичане привели к власти своего агента ленина с которым они работали там много лет вот ленин стал руководителем советского государства но повел свою игру и тогда англичане подослали к нему фанни каплан который его убили ну если ранило через некоторое время от этого ранения владимир ильич скончался тогда руководителем страны стал стал сталин у стали как мы понимаем был самым прекрасным руководителем сталин сделал много хорошего выиграл великую отечественную войну но англия все-таки дотянулась до него она и все-таки убила вот но это такая история россии через призму английского заговора вот действительно много говорят о смерти стали но в отличие даже там скажем от александра третьего для николая первого иосиф сталин был к этому моменту же очень-очень старым человеком очень старым и очень больным вот и скорее все он перенес к этому моменту несколько инсультов и безусловно его срок уже подходил поэтому я думаю что в значительной степени вся эта история она об убийстве об отравлении она основана на каких-то домыслов я очень сомневаюсь что во первых это было даже теоретически возможно вот во вторых ну то есть там нет никаких доказательств это просто домысл что он умер наверное отравили думаю что ничего подобного не было если бы сталина могли спасти я думаю его спасли я думаю что он умирал уже просто от старости от болезни а тот факт что он несколько часов лежала ему не мне было оказано помощь к ноже охрана не зашла я думаю это случайность то есть как совпадение да да я думаю что это случайность в процессе подготовки там и подсматривать старые старые интервью старые выступления на вопрос о своих политических взглядов вы сказали что вы их скрываете но я просто я поясню да потому что это может кем-то оттолкнуть от вас определенную аудиторию да нет 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 дело не в этом дело в том что они не оттолкнуть аудиторию нет дело не в этом я просто в своих исторических роликах не афиширую своих политических взглядов потому что исторические ролики они на ту исторически они должны быть научными и я не хочу у зрителей вызывать ощущение что те или иные выводы которые я сделал продиктованы моими политическими взглядами они научные работы то есть я в своих исторических роликах я сначала ученые потом все остальное но мои политические взгляды известно меня был ролик например о популярности левых взглядов где я их объяснял но это просто не строго исторический материал, понимаете? Вот в этом основная причина. Второй вопрос. Какие у вас сейчас политические взгляды? У меня политические взгляды коммунистические, они такие, мне кажется, всегда я вырос в абсолютно левой семье, мне не кажется, что я к этому как-то специально пришел, то есть это все выкристаллизовывалось, формировалось, формулировалось, но в целом это все было со мной всегда, потому что я из семьи такой средней левой интеллигенции, первые все мои воспоминания это огромные книжные шкафы, что у одной бабушки, что у другой бабушки, и вся литература, на которой я рос, не только советская, хотя в значительной степени советская, она как раз о том, о чем я общаюсь со своей аудитории, а на социальной справедливости и неприятии социального расизма. Если мы возьмем весь критический реализм 19 века, не только русский, но и английский, американский, французский, он ведь об этом в значительной степени, а о том, что капитализм с его жаждой наживы, который стоит во главе угла человеческой жизни, корежит человека, уничтожает его и в конечном итоге ведет человечество к краху, потому что беспредельная жажда прибыли отрицает все то, на чем держится человеческое общество. Дружбу, взаимную поддержку, любовь и в конце концов нормальное функционирование этого общества. То есть капитализм это рак, который потихоньку, понемножку, вялотекущий, медленный, который понемножку разъедает и уничтожает человечество. И отсюда, от этой мысли, в значительной степени, как я уже сказал, взращенной мировой литературой 19-20 века, в том числе и советской, я перешел к формулированию, к исследованию дальнейших взглядов, вот как это преодолеть. Как это преодолеть и, безусловно, Советский Союз и советская идея – это рецепт и это опыт, который остался нам в лечении этой страшной болезни. Друзья, по многочисленным просьбам мы запускаем группу ВКонтакте, поэтому предлагаем вам совместить приятное с полезным, помочь нам и получить шанс выиграть книгу с автографом Егора Якулева. Для этого нужно всего-то подписаться на группу ВКонтакте и репостнуть запись с розыгрышем. Итоги мы объявим 25 октября на нашем стриме. Если счастливчик живет в Москве, то мы вручим книгу лично и пригласим на съемки интервью с интересным гостем. Ну, говоря о левых взглядах, нам оппоненты обычно говорят, что вот вы приводите в пример Советский Союз, советский опыт, что вы устремлены в прошлое, что это ретроградство, это попытка нас свести, обрушить назад, обрушить в яму, обрушить в ГУЛАГ и так далее. То есть, есть ли у левых взглядов некий образ будущего сегодня? Что они могут предложить сегодня в решении сегодняшних проблем? Это проблема. Мне кажется, что этого образа нет. Это одна из самых важных проблем для левого движения. Мы до начала с вами, ребята, говорили о формировании неких кружков, условно левых, философских, марксистских и так далее. Вот я считаю, что главная задача этих кружков заключается в том, чтобы формировать образ будущего, потому что у большевиков, у левых, начало 20 века этот образ был, а мне кажется, что у нас его сегодня нет. Мы действительно устремлены в прошлое. Мне про это проще говорить, потому что я-то историк, и я могу объяснять это своей профессиональной деятельностью, что мне интересно. Но, конечно, главную роль в популярности этих идей сыграют не историки, сыграют философы, сыграют экономисты. И нам предстоит еще только сформулировать этот образ будущего, который будет привлекателен, потому что именно образ будущего привлечет на нашу сторону большинство. Образ прошлого важен, без него никак. Но нужна вторая часть, вторая составляющая успеха — это образ будущего. И чем более конкретным он будет, тем больше народа мы сможем за собой повести. Но это не задача для одного человека, это задача для всего сообщества, я бы так сказал. И вот именно по этим темам я бы организовывал публичные дискуссии, разрабатывал там какие-то программные документы, обсуждал это как можно шире, потому что без этого образа кружки останутся кружками и никогда не переродятся в широкое движение. Потому что как только дойдет до дела, неожиданно выяснится, что все кружки хотят разного. Он видит это все по-разному, все со всеми не согласны, и это может кончиться не очень хорошо. Действительно, сейчас большая часть сидительственного деления идет по каким-то историческим вопросам, когда люди не согласны друг к подружку с решением вопросов, которые были актуальны в середине двадцатых годов. То есть, опять же, вопросы противопоставлены Троцкого. Это вечная проблема, которая не дает людям смириться, хотя эти вопросы, проблемы, которые стояли тогда, в будущем актуальны, как раз таки, скорее всего, не будут, поскольку общество изменилось, экономика изменилась, люди изменились, и вопросы уже будут стоять совершенно другие. Говоря о конкретном образе будущего, мы каждого нашего гостя стараемся спрашивать о его конкретном представлении этого образа будущего. Не обязательно это как какая-то четкая картина, но какие-то, возможно, общие моменты, они есть уже в личном представлении хотя бы? Ну, безусловно. Первая составляющая образа будущего – это, безусловно, социалистическая экономика, работающая в интересах большинства населения, а не в интересах узкой группы, которые она обслуживает. Это раз. Второе – это, безусловно, наукоцентричное общество. Это общество прогресса, то есть прогресса, главная цель которого – это повышение производительности труда и облегчение жизни. То есть это высокоразвитая медицина, это развитие наукоемких областей, это, безусловно, освоение космоса, потому что бездны энергии и хлеба, они находятся там. То есть для меня неосоветское общество – это общество высокотехнологичное, безусловно. Это общество знания. Это общество знания, которое жестко фильтрует лженаукам и имеет фундаментальные, хорошо отработанные каналы распространения научного знания. Вот это в советской системе было, и этот опыт, не всякого сомнения, будет востребован. Вот это общество, где большую роль играет именно советская интеллигенция, которая служит народу тем, что распространяет научное знание в широкие массы. И таким образом формирует у населения критическое мышление, потому что это очень важно. К сожалению, на этом пути в советском обществе были допущены недоработки, и когда появились Кашпировские и Чумаки, это была, конечно, катастрофа. То есть задача наша, в частности, будет заключаться в том, чтобы сделать так, чтобы люди больше не велись на вот эти истории с Кашпировским и Чумаковым. Вкратце я понимаю, что это очень-очень общо. Но я думаю, что новое общество, образ будущего, он будет очень сильно завязан на деятельности конкретных личностей, которые не будут отрывать себя от коллектива, но, тем не менее, они будут яркими индивидуальностями сами по себе. То есть они будут индивидуальностями, которые работают на общее дело. И думаю, что большую роль в этом будут играть социальные сети. Я думаю, что социальные сети — это не те каналы распространения информации, от которых мы должны отворачиваться. Наоборот, мы должны их использовать. Я рад, что мы с вами сейчас ролик для Ютуба снимаем. То есть это абсолютно площадки для нас. Мы должны научиться там работать. Мы с Константином Семином на эту тему говорили, что делать. Я ему сказал и готов категорически свой отзыв сейчас подтвердить. Больше контента. Каждый человек, который хочет чего-то поменять, должен создавать контент. Раньше это было сложно, потому что вот он написал на листочке, и дальше непонятно, куда это девать. Там стол положили, никто не знает. Теперь просто Ютуб-канал, страница ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм, что угодно. И постепенно, постепенно мы все начнем объединяться, мы все начнем друг друга читать, это уже происходит. Это будет способствовать формированию левой интеллектуальной среды, где идеи будут циркулировать очень интенсивно. И устранение одного, кого-то из этой цепочки, ничего не поменяет, потому что система, она не будет централизована. Она будет ситицентрична. Вот так это не само, может быть, не само вот это неосоветское общество, но это путь к нему. Вот таким я его вижу, именно в философской интеллектуальной сфере. И в завершении нашей программы у нас в конце будет традиционный блиц. Мы задаем серию коротких вопросов, на которые нужно, короткие, ну, относительно короткие ответы с небольшими пояснениями. То есть не односложно, чтобы зрителям было понятно не только сам ответ, но и почему он. И первый традиционный вопрос – это все-таки Сталин или Троцкий? Сталин. А почему Сталин? Потому что Троцкий оказался нерелевантен историческим вызовом 1930-40-х годов. Главная задача Сталина заключалась в том, чтобы подготовить страну к войне и выиграть ее. Это был исторический смысл существования этого политического деятеля, и он с ним справился. Справился ли вы с этим Троцкий, я сомневаюсь. Был ли в Советском Союзе социализм? Да. Ну, есть же обширная критика этого, то есть от того же самого Троцкого? С моей точки зрения социализм – это присутствие средств производства в руках государства, которое удовлетворяло основные потребности большинства населения. Думаю, что вот это и является базовым социализмом. Все остальное можно было делать лучшее, эффективнее, успешнее, энергичнее. Были существенные недостатки, но, тем не менее, основы социалистического общества были построены. А политическая составляющая социализма была построена? Да. Политическая составляющая, опять же, была не идеальна. У него были серьезные недостатки. Можно считать, и, в принципе, есть основания считать партии-центричность. Основным из этих недостатков порождение протократии и бюрократии. И Троцкий в этом был не так уж не прав. Но я не считаю, что этот недостаток не мог быть исправлен. Он мог быть исправлен. Он мог быть исправлен без крах Советского Союза. Сейчас в интернете есть огромное количество людей, пытающихся самостоятельно выпускать контент на левую тематику. Это как блоги, это сообщество ВКонтакте, это видеоканалы. Кого-то из них смотрите? Я смотрю Константина Семина, YouTube Show. Это два моих главных канала, которые я смотрю. Михаил Васильевич Попова, с которым мы часто встречаемся и общаемся на тупичке. А это какие-то текстовые сообщества, кто пишет, что блоги? Нет. Я в основном читаю книги, либо смотрю видео. А текстовые сообщества очень редко. А какой, возможно, совет сможете дать тем левым пропагандистам, которые этим занимаются уже сегодня? Возможно, еще не достигли каких-то больших успехов, но очень к этому стремятся. Любая пропаганда должна базироваться на научном знании. То есть сначала наука, потом пропаганда. Сначала понять, что хотим донести. Да. Ну, как говорил Владимир Ильич Ленин, в речи на третьем съезде комсомола коммунист, который решил, что он коммунист и больше ничего ему знать не надо, такой коммунист был бы очень печален. К сожалению, периодически я сталкиваюсь с такими персонажами. Не могу не согласиться с этим. Правда, даже подписаться под этим. Поэтому я всем нашим зрителям рекомендую не останавливаться на месте, постоянно саморазвиваться, постоянно образовываться. И для этого, в том числе, это искать собратьев, искать единомышленников. И не останавливаться ни на секунду. Огромное вам спасибо за очень интересную беседу. Было очень приятно. И я думаю, что мы еще не раз встретимся и подсудим еще множество интересных тем. Спасибо. Всего доброго. Спасибо. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и в комментариях оставляйте вопросы, на которых мы найдем гостей, которые на них обязательно, компетентно ответят. А вы, я так понимаю, симпатизируете Львудавидовичу? Нет, я не симпатизирую Львудавидовичу. Просто это очень большая дискуссия, в которой я по долгую службу постоянно участвую, да, и я слышу аргументы просто в обе стороны, и это очень... Часто это вопрос, он очень больной, потому что с обеих сторон слушают тонны неправды. Я, честно говоря, прошел в оценке этого конфликта несколько стадий. Изначально я думал, что основой конфликта были фундаментальные идеологические разногласия. Но сейчас я подозреваю, что разногласия все-таки имели большой личный характер. Я думаю, что если бы так случилось, что Труцкий оказался бы на месте Сталина, он действовал бы примерно так же. Да, да, да. Мы, кстати, можем это записать. Это неожиданно, нетривиальная мысль. Почему? Потому что Сталин к такого рода действиям подвигала сама логика событий. То есть мы привыкли воспринимать Сталина как человека, который железной рукой сам там все направлял. Но на самом деле, на самом деле, мне кажется, что он в значительной степени шел за логикой исторического процесса. перед ним стояла задача победить в будущей войне. Соответственно, что надо делать? Готовить страну к войне, индустриализация, реформа армии, выработка новой идеологии. Потому что идеология 17-го года, там, гражданской войны, она была релевантна гражданской войне. В 30-м году она уже не релевантна. Уже революционное движение пошло на спад в Европе. Оно объективно там находится на спаде. И идеями мировой революции невозможно уже зажечь народ. То есть народ не в странах Запада не поднимет восстание в том случае, если западные страны нападут на Советский Союз. Как это было во времена интервенции. Соответственно, идет перераспределение интернационального и национального в Советском проекте. Появляется руссоцентричность. Возвращается Александр Невский, Кутузов и все прочие герои. По большому счету это не сильно противоречит идеологии ленинизма. И вообще даже не противоречит. Просто само процентное соотношение интернациональных и национальных идей было другим в 20-е годы. А сейчас оно изменилось. И это был вполне абсолютно рациональный, прагматичный шаг. Но сказать, что Сталин отрекся от идеалов большевизма нельзя. Потому что экономика стала социалистической. А экономика социалистическая – это самое главное. Это тот маркет, который определяет социалист, коммунист или нет. А Троцкий, в свою очередь, наверное, все-таки стоял на позициях личного конфликта со Сталином. Я думаю, он его не любил и даже в какой-то степени ненавидел. Известна же там посредственность, выдающаяся посредственность нашей партии. Слова Троцкого про Сталина. Я думаю, что Троцкий искал слабые места в сталинской концепции и просто в них вот так вот жестко колол. Сталин, я думаю, подозревал и сам подозревал, что портократия – это угроза. Но он надеялся, что он выстроит такой механизм, в том числе и репрессивный, с помощью которого он эту портократию прижмет к ногтю. И так и сделал. Во времена Сталина это работало. Проблема в том, что система была завязана на одного человека. Да, другое дело, что Сталин эту систему оставил неудачливым потомкам. Они должны были это развязать и отреформировать. Но это была уже не задача Сталина, это вопрос не к Сталину. Потому что для Сталина была главная задача, я считаю, основная. Смысл его жизни – это именно победа в войне. Вот проход этого этапа, этого исторического этапа. И именно Сталин с его магистральными идеями, вот с этой руссоцентричностью, с индустриализацией и сдержкой, но тем не менее, он эту задачу выполнил. Он ее решил. В этом его величие. Мы не знаем, как бы Троцкий на его месте работал. И получилось бы у него. Но у Сталина точно получилось. Поэтому на ваш вопрос про то, кто Сталин или Троцкий, я ответил Сталин. Все-таки. Но по итогам понятно, да. А то, что в итоге протократия все завалила – это уже проблема Хрущева и всех остальных. Спасибо большое. Потому что невозможно предъявлять не только Петру Первому, но даже Екатерине Второй проблемы Николая Второго. Ну, невозможно. И даже Александру Первому нельзя предъявлять проблемы Николая Второго. Зачем мы тогда предъявляем проблемы Горбачева Ленину и Сталину? Было 20-30 лет решения всех вопросов. И я думаю, что развязка Советского Союза не была определена ни Лениным, ни Сталином, ни Хрущевым, ни Брежневым. Она была определена именно Горбачевым. То есть точка невозврата была пройдена именно во времена Михаила Сергеевича. Сам Брежнев, сам Хрущев, сам Брежнев, они не совершили ничего, что фатально подрывало бы Советский Союз. Что программировало бы его крах. Это сделал именно Горбачев лично. Потому что он отвинтил все рычаги, нажал на все рычаги, отвинтил все гайки и не понял, что дальше с этим делать. Все рухнуло.